Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разговор по делу». Ввиду я, Андрей Усенко, у меня в гостях сегодня очень интересные гости, интерес к ней начнется даже с момента представления. Производитель пасты Олеся Вакуева. Олеся, здравствуйте. Добрый день. Я спросил вас, как представить, и вы сказали, вот так просто производитель пасты. На любом знакомстве, так о себе и говорю. Иногда приходится уточнять, что макаронных изделий... Не зубной паста. Зубная, шоколадная, томатная. Это первый вопрос, что из этого вы производите. И каждый юмористом себя чувствует в этот момент. А вы уже вот это обреченно так устало. Я уже выучила эту формулировку, что нужно на это отвечать. И что вы отвечаете? Макаронные изделия обычно потом следуют... А, это же рожки. Вот я такая... Вот тут вот уже неохотно киваю. Ну да, говорю, паста из твердых сортов пшеницы. И на этом уже обычно мы находимся где-нибудь на моменте знакомства именно с продукцией. Да, тогда вот уже все отпадает. Слушайте, а можно я задам вопрос, который мучает меня, наверное, многие-многие годы? Отвечу рожков от пасты. Нет. Нет, но почему паста называется? Ну, вообще, то есть все макаронные изделия, так можно описать одним большим словом, паста. То есть это блюдо из муки и воды, ну, каких-то разных форм. А почему в России у нас паста — это некое состояние вещества скорее, да? Вот то, о чем вы говорите, томатные, да? Это же пастообразное некое. Но при этом мы заимствовали название пасту у итальянцев. Вот в эту темологию я вообще не уникала. У меня уже есть выучен ответ, почему макароны называются. То есть это шло от названия формы макерони. Она вот уже у нас, например, в производстве есть. Для меня всегда интересно разобраться в теме рожков, вот этих вот самых насущных, откуда пошло название. Ну, от формы, опять же, наверное. Ну, наверное, да. То есть это и есть форма макерони. То есть вот эти вот рожочки, назовем их так. Изогнутые вот эти советские, нам привычные, которые были. Сколько вообще там? Несколько сотен видов, да? Очень много видов, форм. Мне кажется, в какой-нибудь там каждой провинции свой какой-то семейный рецепт и тесто. Создаются новые формы. Даже вот сейчас, при той большой вообще объеме классики, люди создают новые формы. Это очень интересно наблюдать. Они пытаются совместить несколько форм, думая над тем, насколько впитывается соус, как паста не разваривается. То есть это прям такая целая наука и творчество. А вот давайте, а чем важна форма? Вы начали отвечать, я только сейчас задумался. Ой, это же... Зачем разные формы макарон? Да, это ладно, формы, там еще разная у них текстура теста. Для каждого... Ну, паста же это всегда паста и соус. Ну, то есть неотъемлемая часть. Для каждой формы нужен свой соус. Не знаю, есть, например, какая-нибудь классика, что болоньезе подается со спагетти. Это неправильно, несмотря на то, что это прям Италия и Италия. Да. То есть вот такие неправильные итальянцы. Много веков неправильно едят макароны. Коренные итальянцы. Важно соединение пасты, вот этой вот макаронинки, назовем ее так, да, соусом. Да, то есть в разных формах есть вот такие завитки. Когда... Это такая, на самом деле, подсказка, как готовить. То есть в разные вот эти завитки может разные кусочки соуса попасть. Для спагетти будет лучше, наверное, какой-нибудь соус, что-то типа карбонары. Он будет легкий, сцепляться. Соусный такой, да? Да. Если мы... То есть сырный. Сырный. Да. Ну, да. Если мы к спагетти берем те же болоньезы, вот эти крупные кусочки мяса, вот это все самое сочное, вкусное, оно спадывает в тарелку, оно не зацепляется за пасту. Вот поэтому и разные формы. Так, мы неправильно ели всю жизнь спагетти. Уважаемые радиослушатели, все в жизни поменялось. Жили мы неправильно, жить будем теперь по-другому. Да, и на самом деле, когда происходят вот эти эксперименты на кухне с разными формами, разными соусами, чувствуется эта разница. Нужно экспериментировать. Вот вы перевернули жизнь всех слушателей радио, а вы сами как к этому пришли? Слушайте, вы не так давно ведь, вот вы так появились. Третий год, да, а до этого я 7 лет вела кулинарные мастер-классы. Вообще я блогер, и то есть вот блог уже веду 10 лет, и все рецепты потихоньку стали выходить. Все стремятся в онлайн, а я всегда стремилась в оффлайн куда-то выйти, проводила кулинарные мастер-классы. И тема Италии, наверное, самая простая и самая востребованная была у людей именно по еде, и мы катали пасту. Все 10 лет в Кирове? Да, да. Вообще кировчанка? Кировчанка или приехали? Откуда? Я из своего любимого места, я из Ивановской области. Город Юрьевец, это рядышком с Плёсом, это всё то, что к Золотому кольцу, и то есть вот я оттуда. Давно? С 11 лет я живу в Кирове, 18 лет уже тут, да. Ну, я тоже с 94-го, поэтому много нас тут понаехавших в Кирове, которые что-то своё приносят. 10 лет кулинарный блок, и вот, ну, года 2-3 вы, наверное, да? Паста именно, да, то есть это было очень востребовано на мастер-классах, людям нравилось, то есть мы прям сами вручную катали пасту без каких-то больших специализированных машин, оборудования, и люди говорили, всё здорово, классно, нам очень нравится, но дома мы так не будем делать, производи. Ну, я недолго думала, стала производить. И что теперь такое? Это бизнес уже? Нет, это, наверное, шло... Сначала просто было интересно, потом это стало вот таким вот жадным хобби, то есть, ну, когда ты полностью туда погружаешься, потом это перешло на этап работы, а сейчас это просто образ жизни. Ну, то есть вот, мне хочется дома свою пасту есть. Примерно это так. Но вы продаёте. Да. Но не бизнес. Ну, хочется быть... Да, просто вот я уже думаю, когда можно перестать говорить, что мы маленькие, и мы только начали, потому что уже подходит вот этот какой-то возраст любого бизнеса, вот эти вот несчастные три года, какая-то установка всё равно, она у всех есть, то есть, ого, мы уже скоро перешагнём вот этот этап, и, наверное, мы уже что-то серьёзное и важное всё равно. Ну, а для вас психологически, он важен этап внутри или снаружи этот? Мне сложно, я не человек, в общем, бизнеса, то есть, не знаю, вот у меня сейчас ещё есть второе дело, не связанное с пастой, но это уже тоже, это не просто делание дома, мы уже там сняли помещение, мастерскую. Что ещё делаете? Вот это, наверное, будет очень по-вятски, очень с этой природой. Мы собираем травяные сборы со всех наших полей, лесов, сушим ягоды сами и катаем свечи из пчелиного воска. А из трав? Чаи? Чаи и в свечи используем. То есть, ароматические такие? Ну, они не ароматические, то есть, они больше, наверное, визуально дают. А, визуально? Да. А что даёт применение трав в свечи? Красиво. А, оформление свечи, получается. Да, нас каждый раз спрашивают, это для меня удивительный вопрос, почему люди задают вообще такие вопросы, спрашивают, для чего свечи? И я тут встаю в ступор, потому что я дома просто жгу свечи, то есть, это опять было из разряда, я дома себе делаю свечи, люди их видят, они хотят их покупать, и я, ну, произвожу, пожалуйста, покупайте. И то есть, ну, свечи просто, чтобы зажигать дома, и они визуально просто красиво выглядят с травами. То есть, без каких-то красителей, отдушек, вот этих вот всяких синтетических штук, просто с пчелиной воской травы. И мёд мы с пасеки со своей семьей ещё берём. Ну, пасту вашу я знаю про свечи, ещё только что узнал и не видел ещё. Ну, отдельно поговорим, если успеем. Давайте к пасте вернёмся. Ну, точно не вятская. Вот вы сказали, вот это вот вятская, там, свечи, травы, да, а это точно... А как заходит? Ну, да, итальянскую кухню мы любим, с итальянцами мы по темпераменту и по жизненной философии, наверное, схожи. Но как, не в режиме вот там мастер-класса или кулинарного там развлечения, а в режиме, ну, производства, которому вы уже, по сути, там, да, на которое вышли, массовое производство, как себя чувствуете на вятской земле с итальянским продуктом? Ну, сложно, конечно, это сложно вообще, то есть почему-то с каким-либо делом я бы не начинала, это, то есть вот что-то новое, непривычное и тяжело продаваемое. То есть мы, конечно же, сталкиваемся с большим количеством каких-либо вообще проблем от простой культуры потребления, это сложно, но у меня была база... Ну, макароны же любят, в чём сложность? Мы дорогие макароны, люди не понимают, почему макароны могут стоить столько, то есть мы в высоком ценовом сегменте, паста, да, дорогая, не знаю, у меня не будет дешёвой пасты, это тоже, как бы, когда я заходила вообще на этот рынок, я прекрасно понимала этого, что невозможно мне сделать дешёвую пасту. Ну, сколько стоит? В магазинах от 300 до 350 рублей за 250 граммов, то есть там посчитать... Это порция на двоих? Нет, это порция где-то на 5, вот эта вот небольшая пачка, это на 5 порций. 250 грамм на 5 человек? Да. По 50 грамм на человек? Я кормила людей на улице, я знаю, насколько её хватает, она очень хорошо, она, наверное, раза в 3 разваривается, увеличивается в объёме, то есть не разваривается... Но набирает. Да, набирает за счёт каких-то свойств именно муки, то есть там непростая мука, с которой мы печём хлеб дома, например, ну, либо там... Что с мукой не так, Олеся, что? Мука итальянская из твёрдых сортов пшеницы. Чем итальянская мука отличается от русской? Да, во-первых, у нас российской муки, именно твёрдых сортов пшеницы, ну, просто вот по пальцам одной руки, мне кажется, можно пересчитать. Большая проблема с мукой. Мы бы хотели и с радостью бы работали на русской муке, дай бог, если бы она ещё была и местного производства, вообще было бы самыми счастливыми, и ни от кого бы не зависели. Нет каких-то там поставок, наличия на полках в магазинах, элементарно то, как она набирает воду. То есть мы пробовали российского производителя за год, ну, условно, у нас на килограмм воды идёт там стакан воды, ой, на килограмм муки стакан воды, например. Это при производстве плода. Да, да, и то есть за год у нас скакануло качество, что у нас этот стакан сократился напополам. То есть вроде ты ждёшь... Что это значит? Мука стала потреблять меньше воды. То есть у нас есть технологички, отработанная рецептура, и как бы, ну, нам хорошо, что меньше воды. Мы меньше тратим воды, да, это тоже здорово, то есть это нестабильное качество. Это по-российской муки. Да, да, а при просушке... То есть у вас был рецепт килограмм на стакан, да? А вдруг раз и получается, что килограмм, но... Да, по-другому, то есть... И вам надо всё перестраивать. Я всегда на производстве, ну, вот я сама непосредственно и вдохновитель, и грузчик, и уборщик, и работник. И то есть у меня есть эти моменты отследить, да, вот это качество, всё проверить, как-то перестроить даже там, ну, уже в процессе. Был бы у нас работник, например, который не силён был бы в этой технологии, наверное, был бы какой-то злой. Он бы продолжал лить этот стакан. Да, то есть мы бы потеряли муку. А вот, это большая проблема. Это не то, что просто меньше стало воды, мы могли испортить целую партию. А иногда это же бывает срочно. А как сейчас итальянская мука? Дорого, но есть. Нелегальными трупами? Почему? У нас даже в Кирове в магазине она есть. То есть можно приобрести, никаких проблем с этим нет. Она точно так же приходится с всеми декларациями соответствия. Вот, ничего не поменялось. Мы с итальянцами разговаривали тут недавно на презентации в Москве региональной. И итальянцы, наверное, наиболее адекватные из всех европейцев с точки зрения там желания сохранить все контакты коммерческие. Очень надеемся. В чем еще секреты макарон? Что там? Помните, как в пиве там солод, хмель, вода и совесть в макаронах что? У нас мука и вода, и совесть. В зависимости, какой вид. У нас, например, есть авторские виды пасты. Я вот могу на 100% возручиться, что таких видов больше нет ни у кого в мире. То есть не просто... Что добавлю? Вот травки вот эти. Ну да, то есть какие-то есть сочетания. Например, я произвожу новогоднюю пасту, она мне очень нравится. Прямо взаиме с теста я добавляю мандарин и розмарин. Началось с того, что и летом я ходила, и мне очень нравилось. Вот если обратили внимание, у нас очень интересное так-то название, постодельное. Это я отдельно хотел поговорить. И я люблю всю историю с названиями. То есть мне нравилась игра слов мандарин-розмарин. Вот эта частичка рин прям меня очень сильно завлекла. И я подумала, что перед Новым годом у нас всегда есть ёлка и мандарины. Ёлку я не могу засунуть в тесто. Ну, так-то могу. Я просто не отрабатывала рецептуру. А вот розмарин, который очень похож визуально на ёлку и хорошо сочетается с мандаринами, это можно попробовать. И у нас тогда это вызвало прям фурор. То есть я думаю, что, наверное, больше никто пока не придумал мандарин и розмарин засунуть в пасту. Ну, прямо взаиме с теста. Поэтому да. А что в итоге? Ты ешь макароны со вкусом ёлки? Со вкусом мандарина, розмарина. Со вкусом Нового года. Да. Это сразу же был хит-продаж перед Новым годом. Потому что всем хотелось вот этой ещё больше новогодней атмосферы. Так, что ещё вы любите? Каждой пасте всегда есть свой рецепт. Даже внутри упаковки на этикеточке я всегда обязательно пишу рецепт, потому что я обожаю людям рассказывать, как правильно есть. Это вот какая-то моя слабость. От каких-то сочетаний, от правильности подачи блюд, либо даже от того, как мы набираем на вилку какие-то ингредиенты, зависит вот этот вот самый конечный вкус. Я знаю, что паста будет прекрасной просто с маслом, с солью, там, либо с сыром. Но если подобрать к ней ещё правильный соус, вот под эту правильную форму и под её текстуру, то вот этот вот будет прямо вкусовой взрыв, и то, ради чего вообще садились за стол. То есть я очень часто говорю, что паста – это не быстро на ходу, это уделить ей время, часто ещё, наверное, кого-нибудь собрать с собой близких. И из простой пачки пасты можно прям целое событие семейное устроить. Вы делали эти мастер-классы, где-то можно научиться правильно есть пасту? Ну вот вы рецепт пишете на пачке, а там же не напишешь всё, как надо сделать. Я пишу всё, как надо сделать. Ну это всё равно надо смотреть, надо про… Ну, не знаю, только ввиду группу, да, то есть относительно своего производства, как раз-таки с рецептами, где можно посмотреть видео. Ну, либо вот если удастся нас найти где-нибудь на улице города, как это было этим летом, и иногда не только на улице города, а в поле и в лесу, то вот тогда можно познакомиться. Для меня это большая на самом деле проблема, что вот я из этой структуры все не могу выйти, заболеть, уехать в отпуск. Всё на вас завязано. Да, то есть вот это вот тема личного бренда, опять же, к нему сейчас многие стремятся. У этого есть обратная какая-то своя страна. И я прекрасно понимаю, что иногда, заказав дорогую пасту, либо купив в магазине, люди её могут элементарно переварить. И вот эти вот неоправданные ожидания, а ещё от высокой цены… Расстроенные. Очень, да, и как бы создаётся какой-то негатив. Что мы неправильно делаем с пастой в России? Промываем, перевариваем, едим… А только аль денте надо или… Да, да, потому что, особенно если готовиться с каким-то соусом, когда паста условно вываливается, там, не знаю, в сковородку соусом, она же ещё продолжает готовиться. Это как хлеб, который достали из печи, он же продолжает готовиться и вне печки, то есть доходит, потому что внутри него есть своя температура. С пастой точно так же. Самое простое, как её испортить, это переварить. Ну, либо залить всё майонезом. Это два таких сильных триггера, которые не нужно делать. А что нужно? Смотреть вообще можно, даже вот пройдя по магазину на полках, вот взять пачку пасты, можно посмотреть, какая она текстура. Будет всего два вида текстуры, либо гладкая, либо шероховатая. Это тоже есть свои особенности производства. Вся паста, которая шероховата, она будет стоить в разы дороже. Вот опять же, из-за производительности. И уже от этого смотреть, какой соус к ней выбрать. Потому что с гладкой, вот я уже на самом простом примере объясняла, что будет стекать, а за шероховатую будет задерживаться соус. Понимаю, что задам сейчас слегка провокационный вопрос, но знаю, что вы болеете в целом за вот эту тему. В России есть хорошая паста? Конечно, да. То есть бывает, но иногда... А как определить, что? Ну, кроме цены. Цена тоже не грозит. У нас же, наверное, сейчас на всех видах макаронных изделий пишется твёрдая сорта. Чтобы проверить действительно твёрдая сорта, нужно посмотреть на количество белка сзади на упаковке. То есть если там содержание белка на 100 граммов выше 12 граммов, то, да, тогда это можно брать. Это уже такой будет маркер. 12 грамм на 100 грамм белка. Да. На 100 граммов сухого продукта 12 граммов белка должно быть. Время приготовления зависит как-то. Вот по-разному же написано. Да. И лучше его следовать, минутки на две сокращать от того, что написано на упаковке. У нас паста за счёт того, что свежая, то есть мы вот можем позволить себе... Это вообще очень классное тоже ощущение продавать свежую пасту в магазине. То есть мы, например, сегодня её откатали, к четвергу она просохла, в пятницу уже встала на полке в магазине. То есть я вот думаю, что ни одного производителя, ни нашего региона там, да, условно, ну, мы не найдём такую свежую пасту. И поэтому у нас варится она быстрее. Есть кто-то, кто ещё в Кирове делает? Нет. Очень жалко, очень не хватает такого человека. Вообще с радостью бы облегчило, потому что по образованию я не связана вообще с какой-то кулинарией, с гастрономией. Иногда не хватает вот этого. А как занесло-то вас сюда, Олеся? Нравится самой? Да, ну, с детства, наверное, это было таким моим увлечением, которое вот прям прослеживается потом на протяжении всей моей жизни. Хочется иногда какого-то вот этого старшего человека, которому прийти за светом, потому что иногда случаются производственные какие-то моменты, которые тебе никто не может объяснить. И ты как первопроходец, вот просто я себя ощущаю, ни книги итальянские, ни переводчики, ну, вот вообще ничего не помогает. Такое случается. Слушайте, ну, у нас же индустриального производства нет, да? То есть у нас же, ну, хлебокомбинаты есть, а макаронных-то предприятий нет. То есть только вы, получается. Ну, наверное, что-то, я думаю, что в регионе все равно есть. Ну, наверное, в самих заведениях общественного питания, наверное, делают для себя что-то. Очень мало. На удивление. То есть вот для нас тоже это как раз была бы интересная ниша, зайти в рестораны в Кирове. То есть не только зайти к покупателю непосредственно на стол, на кухню, да, дома, а поработать с ресторанами, потому что очень мало производят пасты сами. А почему не заходите? У нас уже был такой опыт. Ну, вы говорите, хотелось бы. Хотелось бы зайти на постоянную. То есть не просто как инфоповод, не просто там события месяца, вот на что-то такое постоянное. Своё кафе открыть? Да, конечно, оно будет. Думаете? Да. Ну, это какая-то такая логическое продолжение всё равно вот этого производственного цеха. Вообще, почему случился производственный цех? Потому что было большое выгорание на мастер-классах. Хотелось закрыться в каких-нибудь белых стенах и не видеть людей. Потому что мастер-классы – это очень большая дача энергии всегда. И вот был перерыв. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю макароны. Хотелось передохнуть в закрытом помещении. С мягкими стенками? Нет. У нас просто плитка. Стандартная общепитовская плитка. Сейчас вот эти какие-то силы накопились. Особенно была классная. Это же коннект. Вот здесь и сейчас с потребителем. Почему мы вышли летом на улицы? Очень этого не хватало. Мы видим только О и П. Отдаём накладные в магазины. А вот этого физического человека, среднего кого-то покупателя. О и П? Это что такое? Ну, работаем. Ну, то есть я не продаю пасту, что ко мне приходят и покупают. То есть я продаю только О и П в магазин. О и П. Я думаю, вижу О и П. Нет. О и П. Я понял. Но вы действительно нас с пасткой просто великолепно отработали. Там какое-то неимоверное внимание. Вернёмся. Постодельное. Я тоже очень люблю русский язык за его вот эту многогранность, многозначительность. Люблю играть словами в хорошем смысле этого слова. Как получилось это? Делать пасту. То есть это было в шуточной форме как раз-таки на мастер-классах. То есть я говорю, вот мы делаем пасту, мы постоделы. То есть нет же, ну, такого слова, я думаю, что, надеюсь, нет. Мы ещё пока не зарегистрировали товарный знак. Поэтому, пожалуйста, никто его не берите. Делать пасту всё же просто. Не нужно было ничего придумывать. Но при этом появилось ещё и значение дельное. Да. Такое в смысле, ну, хорошее, да, качественное. Вот, и то есть это слово, и вообще, то есть для меня это вот как бы, если бы я знакомилась вот так же вот с людьми уже устало говорить, что я производитель макаронных изделий, мне хочется говорить, что я пастодел. Но так как это новое какое-то слово, всё равно придётся объяснять. Ну, хотя, может быть, оно лучше говорит наоборот, чем производитель макаронных изделий. Это лучше, чем пиццемейкер. Да, да, да. В своё время и такие профессии были. А сколько делаете пасты? Можем много, ну, относительно себя небольшого производства, у нас всего 50 квадратных метров, мы, наверное, оборот, полторы тонны в месяц можем производить. Но большая проблема с таким, с количеством такого сбыта. То есть этого пока не случается. А где продаёте в итоге? То есть вот вы произвели сегодня, четверг высохла, в пятницу продажа... Мы представлены больше 10 магазинов в Кирове и маркетплейсы. Можно заказать через интернет? Да. Это работает? Конечно, да. Да? Да. Ну, свежая паста. Она же просушенная, то есть она полностью сохнет, и очень много. То есть если взять в разрезе Киров и маркетплейсы, то маркетплейсы, конечно же, больше, нежели Киров. Ну, и, соответственно, это не Киров? Нет. А какие регионы? Далеко вас знают? Уже много. Опять же, это вернуться нужно назад. Есть блок. Очень много людей по стране, и не только по стране, где находится. Им стало это удобнее, что не просто Олеся идёт на почту, либо с ДЭКом там каким-нибудь условно отправляет, а что вот они сами могут заказать, сами забрать в удобное время. Москва, Нижний, Питер, Екатеринбург, Казань. Для понимания примерно соотношения, сколько в Кирове продаётся, сколько за пределы региона уходит. 30 на 70, 40 на 60, 20 на 80. В Кирове 20, в регионы 80, да. Всё остальное за пределы региона. Знают, что это кировская? Думаю, что да. Позиционируете как-то или... Относительно пасты я не знаю, вот вообще, насколько сложился ли вот этот образ позиционирования. То есть я вот могу, да, про другое на что-то сказать. На удивление, вот когда-то пришёл фидбэк о том, что вы очень... Ну вот я в своём блоге очень классно показываю вообще какие-то вятские... Вятскую жизнь. То есть для меня это было удивительно, хотя у меня не было там везде вот это вот каких-то логотипов. Дымки. Да, то есть вот этого всего не было, а вот прилетело, и то есть как бы это бессознательно. То есть я показываю просто свою жизнь, а вот у людей уже сложился вот такой образ именно с Вятской землёй. Насчёт пасты под вопросом пока. Понятно. Давайте прервёмся ненадолго. Небольшая реклама. Это программа «Разговор по делу». Не переключайтесь, мы вернёмся и продолжим разговаривать про пасту и про то, как её делать. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в студию. Программа «Разговор по делу». Веду её я, Андрей Усенко. У меня в гостях постодел. То есть производитель пасты Олеся Вакуева. Мы с вами говорили про пасту. Мы говорили про то, как её делать, как её правильно употреблять, как неправильно, как её испортить. Но мы не говорили про тех, кто ест пасту. Кто эти люди? Кто ваши поклонники, клиенты, последователи? Эти люди очень много едят. Спасибо им за это. На самом деле, я тоже делала какой-то вот этот срез условного среднего покупателя. Иногда, то есть я думала, что это, наверное, люди уже такого среднего, стремящихся к высокому достатку, так как мы высокий сегмент ценовой. Люди, которые много очень путешествуют, очень много едят, правда. То есть в плане пробуют. У них есть какой-то, вот есть как термин насмотренность, а тут... Наетость. Да, вот, наверное, что-то такое. Но иногда маркеты, какие-то ярмарки, вот эти выездные, выдавали каких-то уникальных просто людей и персонажей, я даже бы назвала, которых, ну, вот, не ожидала. То есть там идёт просто вот среднестатистическая бабушка и подходит. И, то есть, ну, я примерно понимаю, как сейчас будет выстроен вообще весь диалог вот этот вот. Что, так дорого? Да. И она такая, так, вот это я уже пробовала, то я пробовала, мои глаза там сразу же увеличиваются. И, на уделение, она говорит, у меня там стандартная небольшая пенсия, вот это вот всё стандартное, но я беру себя побаловать. И это так приятно, что люди... То есть я бы тоже свою пасту... Конечно, для меня это еда на каждый день, но люди берут её вот именно порадовать себя, побаловать. То есть люди видят в этом вкус, и это вот меня очень порадовало. То есть иногда вот есть такие... А сколько таких ещё бабушек, может быть, есть, про которых я не знаю? Давайте не можем обойтись без банальных вопросов, но надо его задать, надо на него ответить. Вредно? Не вредно? Нет. Но если не с майонезом, то не вредно. Опять же, 12 граммов белков. Значит... Слушайте, я удивительно, да, извините, Олеся, вот недавно совершенно прочитал про хлеб. И действительно, изделия из пшеничной муки, мы все гоняемся за белками в различных источниках, а оказывается, что, ну вот вы сказали, 12 грамм там, да, на 100, что хлеб и пшеничная мука... Ну вот, из пшеничной муки очень серьёзный источник белкового как раз материала. И за счёт того, что ещё как раз-таки в пасте твёрдая сорта муки у нас, то есть это неочищенное там зерно какое-то, не знаю, неотбелённое... Что это значит? Это вид пшеницы. То есть вот это не та пшеница, из которой пекут хлеб. Это вот прям отдельный вид. Это как вот есть разные сорта томатов условно, да, тут точно так же. То есть для пасты своя пшеница или прям своя пшеница? Да. И это сложные углеводы, то есть это не белая пшеничная мука, которая вот простой обычный белый углевод, да, чуть-чуть отличается. Плюсом у меня в линейке есть из цельнозерновой муки, русской муки как раз-таки. То есть у нас ещё есть вятский производитель цельнозерновой муки, и тоже если мы отработаем, то мы с радостью будем производить на наших. Вятский макароны? Да. Появятся? Да. Вы же участвовали в конкурсе блюдовядки, победили. С блинами, ну ладно. Ну, знаете, тут... Ну и я хожу, думаю, что самые вкусные блины, каждый раз, когда дома их делаю. На самом деле очень вкусные, и мы же с вами понимаем, что кроме всего прочего это формирует в целом культуру, и в целом отношение к кухне, и в целом некую внутреннюю ту же гордость, о которой мы с вами говорим. И то, что вы делаете за счет вот этих личных историй, за счет того, что неожиданно там заставляете задуматься и привлекаете внимание к себе этой пастой, которую там в Кирове раз и начали делать, это очень большое дело, потому что это, ну, привлекает внимание людей, заставляет их поверить в то, что это есть, это может быть, и начать пользоваться. Вот это же важный момент. Мы же с вами меняем культуру даже непотребления, культуру отношений, я бы так сказал. Да. Очень немного времени остается. Куда все идет? Что впереди? Свечи есть, чьи есть, пасты есть. Как будет это развиваться? И куда еще смотрите? Пока, наверное, никуда не смотрю. Закрываю себе глаза, чтобы никуда не смотреть, потому что я еще что-нибудь придумаю. За это лето у нас, конечно, очень, это какой-то удивительный тоже для меня вопрос, когда будет свое заведение. Мы работаем самостоятельно, нас в команде всего два человека, я и муж. Это свои деньги, это не инвестиции, ну, то есть вот реально, что заработали, то и вложили. Почему-то все думают, что мы много заработали, и мы можем уже позволить себе открыть свое заведение. Очень бы хотелось когда-то, наверное, что-то небольшое, семейное, вот именно для тех людей, которые нас сейчас выцепляют на улице. То есть у них есть такой спрос на нас, и все, да, пока, правда, ну, закрываю вот так вот глаза, чтобы не придумать, потому что очень много другой деятельности, съемка каких-то рецептов, очень пишу кулинарные сборники, этого так всего много, но это опять не работа, не бизнес, это просто образ жизни. То есть если я, не знаю, начну играть на гитаре, возможно, я буду смотреть вот что-то в ту сторону, ну, тогда и что-то новое появится. Ну, я вам желаю, чтобы ваши глаза были всегда открыты. Спасибо. И видели они и направление развития, и видели благодарных потребителей, клиентов, гостей, тех людей, которые приходят себя побаловать вашей пастой и всеми остальными вашими увлечениями. Спасибо большое, что приняли приглашение поучаствовать в программе, это был очень интересный разговор. У меня в гостях была Олеся Вакуева, постадел. Спасибо. До свидания. Разговор по делу.